Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, мы сегодня представляем доклад на практическую тему «Результаты региональной химиотерапии при распространенном раке шейки матки». Хочется начать, конечно, свой доклад тоже со статистики. Сегодня об этом уже предыдущие докладчики говорили, о том, что, к сожалению, на сегодняшний день отмечен рост рака шейки матки, как и в предыдущие годы. И вот по данным Института Герцена в России за 2014 год впервые 15 840 женщин заболели раком шейки матки в Санкт-Петербурге 428, 815 в Москве. Из них, к сожалению, третья-четвертая стадия, ой, извините, она составляет в Санкт-Петербурге почти 50, больше 50%. Более 5 лет больные прожили с раком шейки матки в Санкт-Петербурге почти ближе к 60%. Целью нашего исследования это было исследовать две группы пациентов. Одна группа пациентов получала интератериальную неоадьюантную химиотерапию, другая группа пациентов получала предоперационную лучевую терапию. Мы эти группы выбрали для того, чтобы оценить патоморфоз воздействия этих видов лечения и посчитать пятилетнюю выживаемость и безрецидивную выживаемость у этих групп больных. В одной группе было 54 человека, в другой с предоперационной лучевой – 46. Возрастной диапазон у них был одинаковым практически. По гистологическому строению опухоли, конечно, превалировал плоскоклеточный рак, но как и в жизни, 90% это плоскоклеточные раки, 10% это аденокарцинома. И по стадиям они распределялись, мы брали местно распространенные формы рака, вторая А и третья стадия заболевания. По количеству больных в стадиях, понятно, что здесь разное было у них количество. По стадиям больные распределялись, те, которые получали интраатериальную меодиуантную химиотерапию, у них превалировала больше вторая стадия заболевания в группе, получавшей предоперационную лучевую терапию, так же, как и в первой группе, тоже превалировала вторая стадия заболевания. Поэтому группы были, в принципе, равноценны по составу. По гистологическому строению 90% это был плоскоклеточный рак, большая часть 61% и аденокарцинома. А, это по гистологическому, извините, пожалуйста, это по G, да, 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 по дифференцировке здесь превалировала тоже G2, а и G3. Внутриатериальная химиотерапия использовались схемы КАП, использовался эритен с цисплатиной, с карбоплатиной и цисплатин с доксорубицином. В большей части у большинства пациенток использовали схемы эритен-карбоплатин и схема КАП. До операции больные в среднем получили от одного до двух циклов. Ну вот число получивших два цикла, их было больше. Нам так казалось, что это действительно эффект гораздо лучше. Оценивался при проведении двух циклов химиотерапии. По объему хирургического лечения мы разделили больных, которые получили радикальную операцию в объеме операции Вертгейма, и циторедукция, которая выполнялась... Кому-то выполнили пангистроктомию, кому-то выполнили только расширенную гистероктомию, поэтому здесь мы вынесли группы циторедукции. Конечно, среди пациентов, которые смогли получить радикальный объем операции, это были больные, которые прошли внутриартериальную неодювантную химиотерапию. По степени лечебного патоморфоза, в принципе, разницы в двух группах особой не было, хотя в интраартериальной химиотерапии в группе больных было 3 тотальных патоморфоза в группе предоперационной лучевой терапии только в двух пациентах. И в большинстве случаев и после лучевой терапии, и 28% после региональной химиотерапии патоморфоз отсутствовал совсем. После операционного лечения больным назначалась химиотерапия или же лучевая терапия. Я извиняюсь за слайд, здесь действительно не обозначено. В большей части, конечно, больные в дальнейшем получали лучевую терапию, но по совокупности данных после гистологического исследования, больным в дальнейшем при наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах, наличии опухолевых эмболов в сосудах, больным назначалась адювантная химиотерапия, системная химиотерапия. Период наблюдения составил в целом для больных, получавших регионарную химиотерапию от 12 до 64 месяцев в группе предоперационно-лучевой терапии от 5 до 91 месяца. Выживаемость в группе, получавших интраартериальную химиотерапию, оказалась выше и безрецидивная. Выживаемость в группе, получавших лучевую терапию, 56%. Выживаемость по стадиям, она оказалась выше во второй стадии, потому что здесь, ну это статистически недостоверно, потому что группы на самом деле не совсем равны по стадиям, поэтому здесь процент может выше быть из-за несоответствия числовых. И исход болезни в группе интраартериальной химиотерапии прогрессирование наступило у 8 пациентов из 54, которые в дальнейшем получали химиотерапию и лучевую терапию. В предоперационную лучевую терапию у 3 пациентов из 46 также наступило прогрессирование, и больные получали в дальнейшем химиотерапию. Лучевая терапия не назначалась в связи с невозможностью по срокам проведения химиотерапии. Это то же самое, только изображено наглядно. И токсичность режимов, проводимых интраартериальной химиотерапией, как правило, при назначении цисплатины чаще всего были симптомы дискомфорта в желудке, это тошнота, рвота, но невысокой степени. При назначении Ирины Пекана чаще всего у больных была отмечена диарея, но не в значительном количестве и не в выраженной степени. Гематологическая токсичность оценивалась, анемия и нейтропения тоже в небольшом проценте, поэтому можно сказать, что интерартериальная мелодиуантная химиотерапия, она в принципе переносится достаточно хорошо, с небольшим количеством побочных эффектов и действительно с положительным эффектом. На наш взгляд, интерартериальная химиотерапия, она действительно тот метод, который может позволить больных из неоперабельной формы вывести в операбельную форму, дать возможность прооперировать с дальнейшим и последующим лечением, что может влиять на улучшение выживаемости и безрецидивного периода. Большое спасибо, Алла Сергеевна. Очень приятно было вас послать. Продолжение следует...